Теперь, когда мы вернулись в лагерь, я хочу поговорить о том, что случилось там, в Рэдклифе. Что ты хочешь сказать, Алистар? Я просто хотел тебя поблагодарить. Ты приложил все силы, чтобы спасти семью Эрла, и тебе это удалось. Хоть это было не самый легкий путь. Слишком много крови пролилось, так что... Хорошо, что хоть кого-то мы спасли. В конце концов, я всем был обязан Эрлу. Если мы остановим Мор, мы спасем еще многих. Ты прав. Надеюсь, к тому времени в Фералдене еще будет кого спасать. Ладно. Теперь, когда тяжелая и суетная часть дня закончилась, можно вернуться к ритуальным расчленениям. Ой, погоди, сегодня же не вторник? Да-да. Расчленение только по вторникам. Не забывайте это. А то многие как бы не особо придают внимание графику и расчленяют направо и налево всю неделю. Знаешь, может сейчас не самое подходящее время для таких разговоров, но мне надо тебя кое о чем попросить. Очень вероятно, что скоро мы отправимся в Ден-Рим. Тогда мы могли бы там кое-кого навестить. Ну, у тебя есть друзья, они из Серых Стражей? Ну, не то чтобы друзья. Это вообще совсем другое. Дело в том, что у меня есть сестра. Я ведь рассказывал о своей матери. Она служила в замке Рэдклифф, и у нее была дочь. Только я об этом раньше не знал. Думаю, и она не знала о моем существовании. В конце концов, мое появление на свет всячески скрывалось. Но после того, как я стал Серым Стражем, я провел кое-какие изыскания и... Ну, в общем, узнал, что моя сестра жива. И живет она здесь, в Ден-Риме. Сестра? И ты с ней общался? Нет. Подумывал о том, чтобы написать, но так и не написал. А потом нас вызвали в Астагар, и уже было поздно. Она единственная моя родня. Я имею в виду единственная, кто никак не связан с королевским семейством. Я просто подумал, что... Быть может, настала пора ее навестить. Нам грозит мор и все такое. Так что я понятия не имею, выпадет ли другой случай с ней повидаться. Может, я ей чем-нибудь помогу. Предупрежу об опасности, не знаю. Да, давай заскочим, если хочешь. Правда? Буду очень рад. Если с ней что-то случится, а я ее даже не повидаю, не смогу потом себе простить. Ее зовут Галданна. Я думаю, что она снова вышла замуж, но живет по-прежнему рядом с Эльфинажем. Если мы окажемся в тех местах, то... В общем, стоило бы к ней заглянуть. О, плюс единичка. Целая плюс единичка. Просто офигеть. Алистар такой классный. Плюс один поднимается с ним отношением. Я даже не знаю, можно ли что-то еще было сказать ему, чтобы было больше, чем плюс один. Разговаривает. Да, вижу, ты все еще со мной. Это насчет того, чтобы уйти или не уйти. Есть вопросы? Ему больше нечем заняться? Да. С Шейлой разговоров немного, к сожалению, как-то так вот получается. Давайте свин побазарим, что ли. О, ящик с припасами союзников. Это общий ящик для средств, собранных на нужды твоих войск. Давайте отдадим материал для италийских ремесленников. Что-то поможет. В твоей сумке гремят разные предметы. Отдать все топазы, глубинные грибы, все корни смерти, осколки металла. Уйдем. Нет, все нельзя отдавать, это слишком много. Шейл, это просто ДЛЦ. Толу и толку от нее мало. Могли бы сделать ДЛЦ круче, потому что на самом деле ДЛЦ хорошее. Вот это пример качественного ДЛЦ, которое как бы не вырезанная часть игры, а очень приятное маленькое дополнение, без которого можно пройти, безусловно, обойтись, но которое само по себе содержит очень интересную историю, интересного персонажа, а не просто новая пушка, ахаха, там какая-нибудь в Call of Duty, и... который вообще ничего не дает тебе, кроме просто, собственно, самой пушки. Здесь вот есть и квест, связанный с ней, и у нее персональность своя там, вот он тут приятно все сделанно. Правда, мало, хочется больше. Можно обузить, у эльфа скупать травки и сдавать в ящик на опыт. А что, опыт дают? Ну давайте сейчас посмотрим, что дадут. Только сначала с зевранчиком поговорим. Ответишь на пару вопросов? Спрашивай, а я пока посмотрю на тебя грозным взглядом. Да, пойдем дальше. Грозным взглядом меня не надо смотреть, это вообще как бы пугает. Я думаю, корни смерти нужно отдать. Голубинные грибы тоже. Что нам нужно на ману? Корни смерти, наверное, нужны на... Я не знаю, как его... Давайте топаза дадим. Сколько у нас их там? Мы пустим вход. То, что ты принес. Прикольно. Так, ремесленные вещи. Голубинный гриб. А, это нужно, видимо, алхимию юзать. Вот так вот. Налазили лириума. Лириумная пыль. Требует целебный припарк. Эльфийский корень. Хрустелка. Эльфийский корень. Аптечка как раз глубинные грибы. Эльфийские корни требуют. Так. Да, ясно. К сожалению, посмотреть на яды можно только через лилиану. Ну ладно. На ману лириум нахил эльфийский корень. Это на яды, видимо. А яды нам не особо нужны, поэтому давайте корень смерти туда же. Страж, ты как всегда щедр. Ну да, дали опыта. Было чуть меньше. Страж, ты как всегда щедр. Чуть больше двух полосок. Что с ним вообще происходит? Он взыкается. Так, было чуть больше двух полосок до конца. Теперь чуть меньше двух полосок. Забавно. Ирвинг рассказал мне о том, как ты стал серым стражем. И о том неприятном случае, который произошел перед самым твоим отъездом из Круга. Ты имеешь в виду Йована? Именно его. Я уважаю решение, которое ты принял, и то, как воплотил его в жизнь. И это, судя по всему, не повлияло на желание Дункана взять тебя в серые стражи. Ну да хватит об этом. Ты теперь серый страж. И, может, я слишком много себе позволяю, говоря это. Но Круг гордится тобой. Интересно, что увидел во мне Ирвинг, если он рекомендовал меня? Не трать попусту время, пытаясь объяснить, почему Ирвинг выбрал именно тебя. Прими его выбор и будь серым стражем, как тебе и надлежит. Порой меня утешает мысль, что все в конце концов завершится так, как должно завершиться, что все будет хорошо. Ты был избран. Ты пережил посвящение, а другие не пережили. Это же тайна. Может, это было предначертано. Это же тайна серых стражей. Никто об этом никому не рассказывает. Эй, откуда ты знаешь? Слишком много знает. Ее нужно пустить в расход. Я должна спросить, что значит для тебя быть серым стражем? Деньги. Где здесь вариант про деньги? О, все должны меня уважать. Это значит, что я избран для какого-то важного дела. Какого-то, главное. Вот эта формулировка, она меня убивает. Какого-то. Ясно для какого? Значит, что все должны меня уважать, да. Да я думаю, убить как можно... Ну ладно, давайте первый вариант. Все верно. Но быть серым стражем это гораздо больше, чем убивать порождение тьмы и спасать мир от мора. В конечном счете, быть серым стражем значит служить другим. Служить всем, будь то эльфы, гномы или люди. Но серые стражи не склоняются ни перед кем, старуха. О чем ты? А, ты хочешь сказать, что я служу хранителем? Можно сказать так. Ты серый страж. Стало быть, защитник и хранитель людей. И ты хранишь и защищаешь их, поскольку их жизнь гораздо важнее твоей. Таким образом, не они тебе служат, а ты им. Ну я, пожалуй, запомню. И тебе потом это припомню. Хороший король, настоящий король, которому дорого его королевство, правит строго, но справедливо. Он прежде всего служит своему народу. Король, который так не поступает, который считает, будто сам титул дает ему право на власть, который злоупотребляет властью ради личных целей, никто иной, как тиран. Но вообще-то я никогда не стремился к властям. Если кто-то живет один, вдали от других людей, и его поступки отражаются только на нем самом, он волен поступать так, как ему заблагорассудится. Но если он обладает властью, влиянием и силой, каждый его поступок будет точно капля воды, упавшая в стоячий пруд. От этой капли расходятся круги. Расходятся все шире. Попробуй представить, далеко ли они разойдутся, насколько станут широки, как они повлияют на существование пруда. Впрочем, на сегодня лекций достаточно. Я лучше прервусь, пока не наскучила тебя окончательно. Да это нужно было сделать полчаса назад. Ладно, сейвушки, наивная идеалистка, вот именно точно. Вы, кажется, сильно увлечены друг другом. Тебе известно насчет меня и Морриган? Ну, она не особо и таится. Судя по взглядам, которые она на тебя бросает, самое лучшее в тебе для нее, конечно, расположено ниже пояса. Эх, это часть ее обаяния. Я слежу за развитием ваших отношений и хотела бы спросить, куда, по-твоему, они вас приведут? Лилиана чудесная девушка, искренняя и простодушная, и она открыла тебе свое сердце. Я бы не хотела увидеть, как она страдает. Так хочешь сказать, ну, мам, я же люблю Морриган, хватит. Извините, вообще просто ведет себя она ужасающе, вот как реально такая, старушка на заваленке сидит и вот рассказывает, как всем нужно жить. Но, скажу вам, не только старушки так себя ведут, на самом деле, бывают и вполне молодые люди, которые себя позволяют то же самое. я никогда не причиню боли Лилиане, я просто ей скажу, что она мой друг. намеренно нет, но ваши отношения могут обернуться трагедией либо для одного из вас, либо для обоих. А как так мы Лилиане перешли? у тебя есть обязательства, которые стоят выше твоих личных желаний. вообще-то я существо с душой и сердцем, а не только серый страш не надо. Любовь безмерно эгоистична. Она требует, чтобы любящий посвятил себя одному единственному человеку, тому, кто заполнит весь его разум и сердце и исторгнет из них все остальное. Да, речь о Морригану она про Лилиану. Такое впечатление, как будто она говорит, вот, сынок, смотри, Лилиана девочка хорошая, добрая, из церкви, прилежная, а Морриган какая-то дикарка там ведьма, ты с ней не водись, она там тебе не подходит. Вот прям реально такое впечатление, что какие-то наставления от мамочки, но трэш какой-то. Да, вот пятый вариант, по-моему, отличен. Что же мне теперь прогнать Лилиану? Может, тебе и придется так поступить, чтобы избавить его или вас обоих от ненужных страданий. Он, Лилиана. Лилиан это он, на самом деле это трап. Очень милый, веселый и красивый трап. Он, Лилиан. Не, ну, вариант есть похожий, ХК, но я бы с тобой вместе не матерился. Так. Добрые из церкви, но только прошлые у Лилианы не совсем светлые. Есть такое. Угу. что ты знаешь любви, да? Ты всю жизнь провела в круге. Я знаю о чарах и опасностях любви куда больше, чем хотела бы рассказать. Но, как видно, этот урок в жизни каждый получает сам. Я дала тебе совет. Поступай, как знаешь. но все же одобряет. Она одобряет просто то, что мы ее ворчание старческое послушали. Хватит уже. Хотя, что у тебя на уме? О, наконец-то. Теперь тебе лучше. О, да, и спасибо, что спросил. Она же как раз спросила в лагере говорить. Если бы ты не успевала за нами, нам пришлось бы тебя бросить. Вот, кто выбирает такие варианты? Серьезно. Нет, ну, есть реально люди, которые таким образом хамят всем, но для них тоже неплохо. Пожалуйста, дай значить ли я чем-то смогу помочь. О, дорогой, спасибо тебе за доброту. Она так согревает мою дряхлую плоть. Плюс два. Я никакого квеста не упустил. Что у тебя на уме? Хотел спросить у тебя еще о круге. Отвечу по мере своих сил и возможностей. Как ты стала магом? Магами не становятся. Магами рождаются. Дар проявляется позже. Но тебя же интересует, как я оказалась в круге. Меня, как и многих других учеников, привезли туда храмовники. Я мало что помню. Я была тогда еще слишком юна. Да, Рулетт вот прав. Она на самом деле просто хочет, чтобы мы выбрали ее, а не Лилиану. Она никогда не знала любви. Тут она наконец на свободе. Никаких храмовников, круга и молодой сильный страж. Молода детка, тебе не нужна Лилиана? И пойдем со мной зажжем. Вот такая вот эта винна. Она даже не замечает Морриган при этом. Сделает вид, что Морриган нету. А что случилось с твоей семьей? У меня не было семьи, и я не знала своих настоящих родителей. Самое раннее мое воспоминание, как я прячусь в стоге сена на ферме, пытаясь согреться. Меня обнаружили, и жена фермера была так добра, что не стала меня прогонять. Но у них были собственные дети, так что меня встретили не особо приветливо. Хуже всех был старший сын хозяев. Он вечно называл меня бродяжкой и швырял в меня все, что подворачивалось под руку. И я не знаю, как это вышло, но однажды у него вспыхнули волосы. По счастью, неподалеку было большое корыто с водой. Но как ему сильно досталось-то? У него обгорели волосы и брови, но куда сильнее пострадала его гордость. Не знаю, что бы эти люди сделали со мной, если бы ему досталось сильнее. пришлось только просидеть несколько ночей в заперти в холодном сарае с чашкой воды и краюхой хлеба. Через несколько дней прибыли храмовники. А что стало потом, когда ты прибыла в башню? Ну, с другой стороны, я хочу тебе посочувствовать реально, потому что это очень страшное переживание для ребенка. Сарай уберег меня от деревенских детей и от камней, которыми они могли меня забросать. Мне было страшно, да, но ведь все могло обернуться гораздо хуже. Никогда не забуду той минуты, когда храмовники ввели меня в башню. Никогда еще в жизни я не видела столь величественного зрелища. Вот тогда я перестала бояться. Я знала, что оказалась дома. Потрясающая история. Вот собственно и вся моя история. Именно так я оказалась в круге. Да, много времени прошло с тех пор, как я покинул башню. Почти год, верно? Ты скучаешь по башне? Ну, она долго была моим домом. Можно вырвать мага из круга, но нельзя вырвать круг из мага. Так примерно говаривал Ирвинг. Он шутил, но в этой шутке есть доля правды. Маг не может по-настоящему покинуть круг, и до конца твоих дней тебя будут считать магом круга. Ну, я горжусь этим. Да, хотя ты теперь и серый страж. Ты по-прежнему маг и навсегда останешься магом, особенно в глазах других. Ты представляешь и магов, и серых стражей, и твои действия могут отразиться как благотворно так и бедственно на тех и других. Помни об этом. Спасибо за совет. Нет, только послушай, как я разогналась. Ты начинаешь разговор, я подхватываю и понеслась, да? Мы такая классная пара, да? Виной нет не в этой жизни. Ну, я рад, что тебе нашлось время, бла-бла-бла, уже давайте этот разговор заканчивать. представляю учеников, что это превратилось в бессознательный навык. Я уже начинаю жалеть, что начал с ней говорить. Отлично, плюс четыре. Вообще, это так ценно, с учетом того, что со временем она нас покинет. Ладно, со Стеном у нас что, можно поговорить? Я был неправ. Что ты имеешь в виду? Ты воин, достойный сражаться в рядах Бересаада. Когда мы только встретились, я так не считал. Спасибо. Пожалуйста, настанет день, когда Аришек пошлет нас сюда. В этот день я не буду искать тебя на поле брани. Ты думаешь, кунаре вторгнутся в Ферелдон? В свое время. Нет смысла об этом говорить. Надо идти дальше. Идем. Как скажешь. Такие дела. Что там Морриган делает? Как поживает она? Морриган закончила гримуар читать? Да у тебя полно вопросов, верно? Так. Ты можешь научить других менять обличие? А, там уже богована. Да, это не научишь. В общем, с гримуаром пока недоступно, когда мы не закончили еще очередную ветку сюжетную. когда мы закончим сюжетную ветку, все станет доступно. Товары показывают, меньше разговоров, больше дела. Книги о магическом развитии, луки всякие, шлемы и прочее, трышатина. Просто одежда. Что у нас из хороших, новых каких-нибудь там вещей, которые позволяют моего следопыта, например. продуманный подарок. У нас нету новых рюкзачков, вот это меня очень интересует. Ладно, малахит продаем, кварц продаем. Морозный удар к 10% к урону холода, кислотную смазку в печку, нефрит тоже, чистую бумагу туда же, металлический осколок тоже в печь. Говорят, нужно может быть. Так, натюрморты. Давайте стену задарим, а подарки надо задарить, давно уже пора бы. Портрет девочки с гусями. Это Стэну. Не ожидал. Спасибо. Ну так я тоже. Натюрморт серебряной рамы. Не ожидал. Спасибо. Так. Хорошо. Огромный бонус. Этот меня радует. именно из-за этого я люблю разговоры со Стэном. Говорит, Гин, все кратко и по делу. Стэн признал тебя нормальным мужиком. Я прямо сейчас отчасти расплачусь. Таким, знаете, скупым мужским слезами, конечно же, потому что Стэн меня признал. Вы что? Боевой маг. Ну почему? Грит, Триптолемус. Триптолемус. А, как почему? По-моему, самое то. Боевой маг, он замечательен. Ты можешь его отправить, просто танковать, он на пассивках просто всех разделывает, а другим персонажем ты спокойно контролишь, еще что-то делаешь, дамажишь. Продуманный подарок, годная вещь, сразу плюс 10, говорит Ардорик. Подари ему собачью кость. Нет, не ему. Сэйвушки сделали, теперь выбираем Лилиану. Из подарков у нас что есть? Милость Андраста. Маленький белый дикий цветок, известный под названием Милость Андраста. Да, 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 да. Не переживай только. Статуэтка дракона, Алистару нужна, наверное. 81, статуэтка дракона. Давайте посмотрим, правильно ли я ее задарил, потому что плюс 6 меня немножко смущает, маловато. Так, Dragon Age Origins. Подарки. Дракона. Камень статуэтка дракона, и она, да, для Алистара именно. Все правильно. Он балансен, не силен, отравив его в бой. Уже ничего не надо делать, играя так слишком легкая. Аркан Варьер пока вроде, ну, как-то не сильно такой уж прям нагибучий. Его пробивают довольно забавно, что пробивают. Может, я его неправильно качал, не знаю, но чувствуется, что он не та имба. Можно Морриган был бы, по идее, подарить всякое серебряное кольцо и прочее, но у нее и так уже сотка. Куда выше. Огромный бонус хитрости. Просто у всех все на максимуме. плюс 6 это правильно. За каждый подарок бонус снижается на 1. Продуманный подарок минимум 6, непродуманный минимум 1. Ладно, хорошо. Давайте тогда теперь отсюда отправимся и пойдем мы в Денерим. Или может быть не в Денерим, как думаете. У нас же еще варианты есть по всяким там квестам пройтись. Давайте возьмем Лилиану, Алистара и Морриган. Нравятся они мне, они очень хороши. Поле боя, беженцы, окраина Реса, это были здесь караваны, вот в эти места нужно попасть. Давайте к беженцам первым делом пойдем. Еще можно конечно вернуться в Астагар но мы сделаем потом наверное. Денерим здесь как раз по дороге к беженцам. Ролдон да, много пропустил но это уже наверное ближе к концу стрима чем к началу. сзади кто у нас тут так он с холода срочно так тебе сюда как это страшная тварь идет давайте быстренько сейчас отправим вот в эту клетку кто кого бьет этого этого бонус на скорость хоп добивай не 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 добивай пролич нужно этого теперь а теперь все просто вливаем давайте поехали ляну самое главное назад куда-нибудь хотя бы сбоку согласен прям знаете как по маслу вижу так у ляны что у нас три очка куда их вложить для этого наверное посмотрим сюда сколько нам нужно ловкости 35 максимум ловкости сколько нам нужно самый большой бонус 36 нужно ловкости 30 36 наружие в каждой руке да пассивный бонус на мастерское владение оружием в каждой руке а у нас сколько ловкости ловкости 43 уже просто под завязку можно на силу немножко качнуть чтобы она доспехи могла надевать хотя бы хорошо подарки в следующих играх убрали а чё ж хорошего то по-моему прикольная идея была очень даже ничего такая годная хочешь такой подарочки собираешь впариваешь их во всю что ещё нужно продолжаем наше путешествие к сайд квестам итак где мы как морриган вперёд ох массовый паралич что ли заюзать но он очень долго кастуется зато он крайне удачно здесь зайдёт так теперь сюда контролить вот этого нужно законтролить обязательно в темницу в пользу морриган плохо юзем хил чё такого сделать хоть тебя стасис отправляй честно скажу даже не знаю так морриган убили окей ну бейте его быстрее так ляна должна зайти сзади должна сделать какую-нибудь фигню типа вот этого и чё-то мы как-то просаживаемся очень быстро надо начинать было видимо так лен не трогать отлично это куда так ты его бей лен тоже сюда все это с подарками выглядит немного топорно с такими глубоко проработанными персонажами но в целом да знаете основная проблема в том что даже не подарки а скорость получения так стоп 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 нет уходите с утра но основная проблема еще беженцев убили не один выжил один выжил вы победили порождение тьмы в указанном регионе и спасли беженца наверное должно было быть написано сообщите своих успехов церковные доски объявления ух неплохо и конечно спасок просто царски чем тут собрать можем как вы друзья мало создателю спасибо спасибо жаль остальные этого сказать не могут потому что они мертвы она бомба разлагающий душу перед тем как отсюда выходить конечно же сэвушки делаем лактически и теперь куда мы можем пойти на поле боя в караван давайте в караван что происходит случайная встреча прямо на дороге тебе нельзя играть за контрол при спасении заложников как ребенку удалось уцелеть над воронкой до сих пор вьется дым это мальчик и у него пять пальчиков на руке и пять на ноге чего мне еще жевать создатель услышал наши молитвы идем домой марта будем растить этого найденыша как родного сына скопление руды это типа метеорит упал а там мальчик метеоритный мы находим метеоритную руду прикольная штука говорят очень важный крутой крафтовый реагент из него что-то крутое можно сделать не знаю как но мне нравится уже о подсылка к супермену кстати да согласен наверно это и есть сэвушки делаем еще раз так чё у нас есть здесь корень смерти корень смерти это хорошо мы же все продали корни смерти гнорлоки там привет гнорлоки так на руки эмиссары мне нужны еще зима народ комиссар пролич так теперь тебя сюда далее здесь чем нужно сделать сюда подойти конус холода выдать окон у нас холода ты сам напросил отлично вообще лилиана разделывает вода офигенно да не только лилиана вообще роги как раз делают как они урон вливают радует невероятно единственная проблема которая есть это то что нужно их контролировать чтобы они обязательно врубали вот эту обилку например порыв у меня же тактики счетом у лилианы порыв включается нет не включается знаете метку смерти по крайней мере заменим на что-нибудь или не метку смерти заменить удар ниже пояса наверное свое любое не враг любое а свое любое свое любое и включить режим порыв это гораздо важнее будет погоди так если это супермен подожди лет 18 он всех спасет сам говорит скептер кто знает возможно в этом мире нет слепные припарочки вообще радует так сундучок какой то еще лежит там лутий с целым эльфийским корнем добыть не может что типа все они вообще сломанный ящик немножко денег ну прибыли сюда типу били их что какой то квест было ли что на мы находимся где есть караван но тут ничего интересного поэтому с эвушке поехали дальше приоритет может поставить выше на порыв а кстати да на там приоритетом это все задается то есть можно переместить куда то выше слушайте да круто я никогда не задумывался что это приоритетом является что тебе надо вот я дно а правда так это приоритет это второй приоритет это третий приоритет четвертый пятый роги вкачаны через хитрость убивает лучше гритнер лук а почему вообще как это происходит то есть вроде бы все от ловкости зависит и дамаг тоже от ловкости должен идти или я путаю а ой нет остановись не надо нам дни рим нужно прошли мимо просто по кругу ходим кровавленные трупы нашли эльфийский корень и солдатский дневник что за дневник вы выяснили это новобранцы из нестхильского или нетхильского отряда они погибли все до единого расскажите эти печальные новости о церковной доске объявления да я не против нас начало право полутать куда же без этого кстати говоря старшивого овцы хоть шерсти клок старшивого волка чё что у нас паршивого волка хоть хвоста кусок наверное я так предполагаю да сколько у вас здесь полегче так давайте вот просто вот такую визичку слушайте грызет сейчас добьем так теперь поскольку добили кого нибудь дальнего в клетку ну кого нибудь ближнего добить нужно но нет чел заморозим теперь заморозится разморозился есть чё-то у нас тут с моригом дела плохи наверное подхилять всё тоже нужно защищайся давай не мешкать сохрани нас создатель там скилл какой-то на хитрость завязанный есть он решает говорит алекс угу нашли открывальные трупы и персонаж дайся хорошо ну да криты ну как заметил гаррио их контролить надо постоянно из заватности да надо да я сам замечаю что рогу контролить надо лечение должно быть главным приоритетом нет для главного персонажа самое оно что для главного персонажа аааа то есть рогу делать главным персонажем ну да кстати боссом тут будут медведи да ладно отцеймся это раздражает что с обычным оружием просто так магию использовать не дают ну смотря какую магию там магия делится на ту которую можно использовать без переключения оружия есть ту которую нельзя использовать я сделаю вижу сколько же волков мы перебили из каждого шкуру снять нужно нелегкий труд какие-то кольчужные ботинки ну в общем трэш на самом деле мы нашли здесь ну а что еще ожидать от солдат обыкновенных да на самом деле мало чем можно ожидать а вот и медведь смотрите красный вообще такой весь просто советский медведь настоящий советский мишка так теперь его нужно срочно подхлодить simples не помогает ну ладно в тюрьму тебя медведь был преступником его пришлось посадить в тюрьму vieшь попробуй его фронтирует а мы и Мишка-то, казалось-то, ватным. О, ватник настоящий, а не медведь. Медведь из Редалерта. Это да. Медведь-ватник из Редалерта. Было бы это в Обливиане, можно было бы и надоедрить. Рассчитывать. Ядрить, да ядрить. В Обливиане там постоянно какая-нибудь фигня такая происходила. Собираем отряд, отправляемся куда. Давайте зайдем в пик стража. Говорят, можно погрейдить вещи. То есть там есть возможность продавать вещи и возвращать их уже новенькие. Прогрыженные.